Когда вы стали государственным человеком, это в семье как-то обсуждалось? Это первый вопрос, а второй – сопряженный сэс. Первым – вы советовались с кем-нибудь принять это предложение или здесь просто не было никакой альтернативы? Советовались, я имею в виду, не с товарищами, а именно с семейными? Ну, в общем, меня семья всегда поддерживает, мне очень везет. Несмотря на то, что у меня достаточно бурная такая жизнь, все части, потому что у меня старшие дети от одной жены, младшие от другой. И несмотря на то, что мы разошлись всегда, когда происходили какие-то сюжетные баталии, когда была первая семья, там были 90-е годы, там было очень, ну, скажем, принимать решения было очень тяжело, потому что на кону стояли и доходы, и уровень существования семьи, надо было принимать разные решения. Меня всегда поддерживали. В этом плане, даже, если честно говоря, не сомневался, но есть такое слово «стрёмно». Ну, во-первых, там действительно же была смешная история, что я всегда, меня звали в свое время вице-губернатором Ленинградской области, потом где-то в «Росэнергоатоме» у нас были большие истории в 90-е годы. И вообще попутно очень много было предложений у тебя в государство, и у меня всегда хватало и денег, и возможностей каких-то, чтобы не уходить. Потому что, во-первых, все годы в государство шли с единственной целью, ну, с какой-то, не будем ее называть. Ну, она очевидна, да. А во-вторых, я всегда говорил, что надо было как-то вежливо отказать, я говорю, ну, если Владимир Владимирович попросит, я пойду. И когда мироздание возвращается бумерангом, это такая была очень расхожая шутка на протяжении последних 15 лет. Раз в год она срабатывала. И вот когда она на тебя бумерангом возвращается, это, конечно, производит впечатление для того, чтобы просто взять паузу, хотя бы подумать. Ну, может быть, удастся как-то отбояриться. Понятно. Ну, Владимир Владимирович сказал, не надо думать там долго, да, то есть, это было быстрее. А так, для формальности, я, конечно, сына спросил, он сказал, купи мне меч Дарт Вейдера, как раз в тот момент. Я вручил ему меч, который уже был куплен, надо быть должен. Сыграя счастлива. Неожиданно. Сложный вопрос был по патриотизм, да, потому что вокруг этого бьются оселком прям вот все, да, ну, и если... И все время вот вокруг этого приходится вот то, что я ожидал услышать, это... Я ожидал услышать вторую историю примерно вот как про патриотов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!